Хочешь налезть и сустать? Можете налезть и сустать? У нас издалека будет видно. Вы совсем нас давить не будете? У нас площадка будет. Нет. Мы подойдем. Скажем так, что сейчас дискуссия не продолжается. Кто-то уже отсюда по штабам разъехались дискутирует, потому что откровенно скажу, неравнодушие односельчан к своему брату сегодня было двигателем. Хотя, я думаю, какие-то заявления должны были вчера звучать, с утра звучать. Не просто они должны были друг другу жесты доброй воли, штабы закрыть или еще что-то. Они должны были какую-то ясность давать на завтрашний день, как они будут действовать. Когда односельчане этого не увидели, они сюда пришли. И многие начали говорить, у нас тоже есть. Я понимаю, что Абхазия может где-то на карте она является маленькой, но для нас она большая и необъятная. Наша Родина, которую мы любим. И сейчас говорить, у кого больше сил, у кого больше возможностей это в песочнице сидеть и играть. Поэтому сегодня здесь не о том речь идет. Здесь односельчане обеспокоенные пришли и сюда сразу выдвинули все остальные, которые также продемонстрировали, что солидарны и обеспокоены. Здесь те требования, которые были может где-то с коленок, может где-то еще у кого-то в умах сидели. Я не могу за это говорить, потому что я прибыл уже впоследствии. Но какие-то ответные реакции от исполняющего обязанности главы государства они были. Они были услышаны. Люди где-то на эмоциях все происходило. Что и подтянулись сторонники других там кандидатов в президенты. И их обеспокоенность я тоже могу понять. Но рассказывать, что мы тоже можем собраться, это неправильная риторика. Когда мы говорим об объединении и говорить, что мы что-то тоже можем сопоставить, это не ведет к единству. Поэтому я думаю, к единству приведет просто подойти и задать вопрос Ишихе. Но понять, что будем делать и как. И Адгура Арденба поднялся и заверил нас, что если подтвердится какие-то факты воздействия на здоровье кандидатов в президенты, он говорит, мне такая победа не нужна, говорит, я снимусь. И я не могу сказать, что я ему не доверяю, не верю, потому что не было прецедента, чтобы он меня где-то обманул. То, что мы с ним ни в одном лагере это не позволяет мне сказать, что я ему не верю. Есть другая ситуация, что мы все сегодня обеспокоены здоровьем нашего кандидата и какие-то весточки теплые идут в нашу сторону, что уже как-то ему легче становится, еще какие-то уже реакции идут. Будем надеяться, что сможет он восстановиться. Но я склонен к тому, что я задаю ему вопрос один. Одна треть населения даже не маленькое количество людей, она должна быть услышана? Они говорят, да, должна быть услышана. Я говорю, тогда кандидаты надеюсь, понимают, если здоровье не позволит нашему кандидату к этому сроку подготовиться или еще что-то, значит они пойдут на какие-то встречные. Сторонники говорят другое, типа у вас есть там графа против всех или еще что-то. Мы за эту графу знаем. Но мы для себя знаем, если вы за единство народа говорите, вы должны к нам навстречу идти. Если вы будете идти принципиально и ничего нам не останется, кроме действовать как по закону, то эта графа против всех точно возымеет свое действие. Я в этом уверен. И возымеет действие даже среди их сторонников, когда они поймут, что просто идет дорваться до власти. Сегодня они пытаются нас в этом упрекнуть. Но как упрекнуть? Так не получится. Мы же биты и мы же виноваты. Не будет этого. Так никак не пройдет. Как бы они это не пытались. Надо услышать друг друга. Мы услышим. Вот мы сейчас, надеюсь, штабы пришли, штабы сделали заявление. Они говорят, вот ваши штабы это представители народа. Если народ это требует, и от того, что там Леонид Лакербай или кто-то это озвучивает, это не его мнение, как им донести. Они пытаются каждый за слово вцепиться и что-то сказать. Это мнение того, что если одна треть населения не имеет своего кандидата, о каких выборах можно говорить. Мы не говорим, что их надо сорвать или еще что-то. Мы говорим, что кандидаты должны понять, оценить это, что все-таки, если они все, ни один из трех не говорит, что он хочет разделить общество. Продемонстрируют, надеюсь, это они. Но если не продемонстрируют, тогда общество будет как-то единым мозговым центром, примет какое-то решение, воспользуются конституцией, или пообратятся к парламенту, или к неповиновению. Но это крайние меры, которых мы должны постараться избежать. И в этом только помощь кандидатов и Всевышнего, который даст здоровье нашему кандидату и позволит ему все-таки встать быстро на ноги и к этой избирательной гонке подойти с более новыми силами. Мы в это верим. Поэтому сейчас, я думаю, послушаем еще людей, которые где-то там встречаются, потому что в одном месте всех собраться не получается. Здесь собираются шумгам, туда переходят, и вот они по зданию ходили, по штабам разъехались и рассказывают, что там соберутся, здесь соберутся. Этого не стоит делать. Я думаю, здесь все в этом солидарны, что если мы свое мнение высказали, это не значит, что против нас должны прийти. Мы аргументируем. А они чем аргументируют? Что мы все делаем под каким-то нажимом, давлением или еще? Ну, вынуждают. Скажите, Ахра, а если не подтвердится информация о том, что было воздействие на Аслана Георгиевича, тогда как вы будете действовать? Тогда мы для себя сделаем вывод, что, наверное, у человека аллергия на президентство, что второй раз, подходя к такому ответственному моменту, человек с ног валится и попадает в больницу. Ну, не может этого быть. Неделю назад? Ну, они нам говорят, бумага. Вот сейчас я специально скажу так, вот они, сейчас вот беседа вся вела, они первый факт отравления тоже не признают. Вот бумагу скинули мне. Вот я им сказал, я предоставлю вам бумагу, вы поверите в эту риторику? Они говорят, мы видели бумагу, это не то. Не видел никто эту бумагу и не хотят они ее видеть. Вот здесь она есть. Просто телефон сейчас, экран побитый, кто в медицине разбирается, они могут посмотреть. Это международное заключение. И сегодня, понимаю, вы поймите, что многие врачи, ну, ты приходишь в больницу, он тебе палец перевяжет. У нас с утра до вечера людей не травят, специалистов на это немного. Поэтому взяли ногти, волосы, все где скапливается, отправили за границу. Мы для себя понимаем, что сегодня не хотят обострения. И нам скажут, что, ребята, нету ничего, простыл человек. Или инфаркт, или еще как они нам рассказывают. Ну, вот здесь ребята стоят, которые в первый раз с ними были. А хором простыли или как понять? Ладно, теперь три дня, да? Это что, сейчас только к чему общему они пришли? Это не панацея. Сейчас может кто-то выйдет и что-то еще резкое другое скажет. Это что моими ушами было услышано, и обоюдно было принято, что давайте поймем, что произошло. Потому что здесь мы все собрались, здесь мы все что-то от друг друга требуем, не понимая, что с кандидатом происходит. Вот единственное, к этому они сошлись. Нет, три дня зайти, что это значит, что сегодня люди расходятся по домам и возвращаются через три дня? Что это значит? Сегодня объясню ситуацию. Сегодня, чтобы люди разошлись по домам, которые пришли, они должны получить ответ на то, что они пришли. Что не будет, например, такая ситуация, что не придет прокурор, не позовет врача, который за пять минут до получит инструктаж и будет разговаривать. Сегодня мы в нашей прокуратуре уверены. Молодые ребята, молодцы, спасибо им огромное. Боюсь их сглазить. Они сегодня работают. И я думаю, они свою оценку правовую, они ее всегда дадут и доведут до конца. Я на это искренне надеюсь. Поэтому вот сегодня я скажу более, можно сказать, на них молюсь. Потому что случилось так, что это единственная, наверное, структура в нашей республике, которая в политику не ударилась. Сегодня за остальные ведомства я такого сказать не могу. Не то, что не хочу. Не могу. Вот не могу эти слова подобрать. Единственное, то ведомство, за которое я молчу. Боюсь сглазить. Касаемо сейчас, если есть штабы, которые мы попросим. Потому что какие-то были уже подписаны, пришли договоренности, прозвучали фамилии. Там еще ряд фамилий. Это просто прозвучало в беседе. Ни бумагу не видел, ни утвердительно не услышал. Потому что в ситуации, когда с корабля на бал, все в разговорах было. Какое-то подтверждение. Люди увидят, что они услышаны, что за них беспокоятся. Они сами скажут, ребята, давайте разойдемся. Не надо будет это ни мне произносить, ни тому человеку, кто придет. Когда они увидят свой ответ, они пойдут. То есть вы хотите сказать, что официально требований, там подписок об отставке того или иного чиновника не было? Было. А кого именно? Зазовите. Мною не было. Я говорю, сейчас я вам объясню ситуацию. Мы просто не можем добиться ни от кого. Я зашел в кабинет. Звучала фамилия председателя госбезопасности, фамилия министра МВД. Задали вопрос к председателю госбезопасности. Вышел и говорит, если ко мне какие-то к моей работе есть претензии, озвучьте. Это я что слышал с его уст людей, того, что не видел. Министр МВД, я насколько знаю, не выходил. Министр МВД вышел к своим сторонникам. Это я наблюдал своими глазами. Уже с третьего этажа. С кабинета спикера парламента. Что он перед своими сторонниками озвучил. Что он будет работать. Никуда он не уйдет. Вопрос. В чем заключается работа? Это чисто сугубо мой вопрос. Это я даже не обсуждал. Здесь никто не скажет то, что я просто пришел, со всем поздоровался, ушел. Я даже не успел с ними обсудить их мнение. Но есть другие моменты. Давайте забудем. Есть политики, они занимаются. Есть народ, который их избирает. Я попросил всем политикам об одной ситуации. Не говорите, что вы в президентской гонке выиграете. Скажите, что вы будете избранными. Это было мое к ним прошение. Я надеюсь, они это услышат, что народ их выбирает. Другой момент, что министр МВД ушел. Министр госбезопасности здесь со своим народом остался. Он не разделяет ни ту часть, ни эту часть. Поэтому там каждый сделает свои выводы. То есть пока переговоры ни к чему не привели? Переговоры привели к тому, что каждый пытается показать, что он солидарен с друг другом, но удержать какие-то позиции. Идет игра в шахматы, но не игра понятная для народа. Люди стоят, хотят увидеть ответы, решения, но пока не таковы. Я ссылаюсь на то, что, наверное, это вызвано тем, что все произошло спонтанно. Все произошло с колена. Все произошло к тому, что список, ряд людей вносился туда на эмоциях. На ходу. А я за что говорю? Утраты потери, да. Утраты потери. Есть одна ситуация. Надо обосновать каждое лицо. Потому что сегодня мы снять можем всех. Но останутся их замы, правильно? Снимем опять замов. Снимем это. Кто у нас останется руководить страной? Там замы. Поэтому ситуация приведет к хаосу. Мы к этому не хотим. Вот сейчас мы, выходя, я встретился с ветеранами АРВА, которые... Мы отошли с друг другом пообеседанию. Мы друг друга поняли. Есть какие-то сугубо личностные претензии. Мы друг друга услышали. Есть сугубо глобальные. И здесь приходим к общим точкам соприкосновения. И я думаю, что они со своими боевыми братьями, там у нас организаций, благо ветеранских хватает. Они с друг другом сядут. Плюс туда присоединится народ. Активисты с народом. Они придут к общему. Просто сегодня я не хочу... Это невозможно. Потому что они это уже доказали АРВА. А что сейчас сказали, они придут... Согласны? Они все сегодня разбрасываются словами для красоты. Да. Сегодня все делают заявления. Что сейчас невозможно, завтра будет возможно. Мы сегодня для себя знаем одно. У нас одна Родина. Организаций может быть миллион. Родина одна. И вопрос мы будем решать только за нее. Ихни шкурные вопросы, они себе там пусть оставляют. Кто хочет удержаться, кто хочет дорваться. Как они это называют по-разному. Нас это не волнует. Нам сегодня одно. Что душегубы, которые стоят за их спиной. Пусть они от них откажутся. Пусть они не разговаривают от риторики, что мы хаять власть и идти от власти. Это неправильно. Это власть нам показала 10 лет, будучи в оппозиции и придя к власти, они еще год по привычке себя ругали. Так не должно быть. Сегодня оппозиция стоит вот здесь. И другие кандидаты не имеют права разговаривать как оппозиция. Они идут от власти. Не надо преподносить себя как оппозиционный. Для того, чтобы народ поддержал. Не надо заигрывать с народом. 2004 год. 2014-2020 год. Показал, что игра с народом к добру не приводит. Пора остановиться. Поэтому я надеюсь, что сегодня ваш жест сюда придя, они услышали. Вот просто я хочу вместе с вами здесь понять теперь, как они ответят. Просто они ко мне обращаются. Давайте разведем народ. Как понять разведем народ? Вот мне вот сейчас я вышел вам. Как сказать? Давайте по домам разведемся? Да не позволяй себе такого сказать. Никуда не уйдет. Я же должен вам какую-то причину сказать, почему мы должны по домам идти. Давайте три дня подождем? Да. Но что будет через три дня? Вот это тоже хочу услышать. Что Аслану Георгиевичу стало полегче? Сейчас полегче стало. Мы на это все надеемся. Мы надеемся, что это ему через минуту станет так, что он джихзатхатгул. Вот это на это все надеемся. Но этого мы три дня надо ждать, чтобы на это надежды и в итоге это услышать. Я не понимаю. Понять врачей, не врачей, но эти экспертизы они за один день не делаются. Это опять будет выглядеть как суд. Давайте дождемся, а потом если что-то, еще что-то не получится так. Поэтому я думаю, что Леонид Лакербайя заявляя от штаба, я думаю это все ваше мнение было, что без вашего кандидата, который вот здесь народ стоит, что выборы не должны быть. И я надеюсь, что не мы к этому придем, а кандидаты это поймут. Поэтому надеюсь они не будут будоражить опять нас всех. Ах, но они выйдут, нам что-нибудь скажут. Кто они? Сейчас мы начнем их звонить. Начнем их просить. Не, не. Мы не разойдемся. Ответ ждем. Насчет министра МВД, вообще, если откровенно думать, будучи, например, я бы занимал какой-то силовой пост, я бы не снялся из-за племянника. Я бы снялся за то, что народ будоражит. Я бы пришел, сказал бы своих сторонников, сказал бы, я не могу, не хочу. Если есть какие-то причины, он бы их озвучил. А не просто я буду работать, потому что меня не за что убирать. Хорошо. Другой момент. Подкуп массовый идет, а он ничего не видит. Другой момент. Не хочет видеть. Я извиняюсь, мы подкуп массовый, когда будем говорить, они же сотрудники милиции, им надо фото, видео. Они должны этим заниматься. Должны. Другой момент. За что деньги получают? Другой момент. Сейчас, например, новый президент становится. Он его может уволить? Может. А тогда не придут его односельчане, братья, родственники. За что ты уволил? Почему тогда не приходят? Сегодня народ не хочет. Сегодня они говорят, типа, вот сейчас если его уволят, то придут наши сторонники. Они уже опять вот так начинают это ведут. Что значит нашим? Вашим? Нашим? Вашим? Не понимали. Вашим? Не понимали. Этот министр МВД. Это министр МВД. Его брат с моим отцом очень близкие отношения. Но моя близость, будь он мне родным отцом. Как гражданина меня возмущает другое. Будучи действующим, с этим сотрудником МВД сниматься в агитационном ролике. да прошло до понимаем потом ряд еще моментов всплывают но идет этот шлейф который ты не просто сторонник а ты активист этого движения поэтому я думаю ваше негодование но здесь было правильным просто что не хотят услышать и не хотят обостряться я думаю они сейчас скажем давайте через три дня этот разговор обринал если он не услышит миг ним зайдем все вместе сегодня как никогда объективно просто не хоть не хотят туда люди идти говорить кто-то камер стесняется кто-то потому что потом аж лукой ашфилу голубая басу ансур а ванера токсом а их а шарту и хэпш ашарт на телевидение с мазовым сторонникам оттуда вышел пускай сюда тоже выйдет и объяснить вопрос мимо у нас вопросы я думаю сейчас я я как вижу правильно сейчас мы позовем политические партию амцихара позовем представителя штаба попросим еще раз пойти или на братья министра чтобы он вышел потому что здесь все равно вы поймите я я ваш брат я младший ваш брат и мне прийти ему говорить иди сюда все-таки герой абхазии все-таки возрастной и 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 С кем они совещаются? Депутаты разговаривают в штабе. Депутаты здесь сидят, депутаты. Ничего умного от ветеранов. Молодежь берет свои руки и будем действовать по-молодежному. Если нам ветераны ничего умного не предложат, чтобы люди вот так думают по-мистрее. Я им всем сказал. Я не могу вам сказать ничего другого, кроме того, что мы должны получить какой-то ответ. Я иначе не понимаю. Мы тебе доверяем. Мы тебе доверяем. Давай. Мы не разойдемся. Не разойдемся. Пусть лезет он сюда. Значит, сейчас требование основное отставка министра внутренних дел. Отставка вообще всех министров. Вы не верю никому, что с утра так было. А вы сейчас, вот здесь журналисты стоите, и на скором ходите на шпай. Уточняю. Уточняю. Это не журналисты, а ваши же сторонники объясняли. Вот туда поадресуй наши... К нам не адресуйте, пожалуйста, свои претензии. Эй, энергию поберегите. Просто побереги халюши. А Джекерон, что держит, пойми теперь, где правда. Масса идешь, в общем, все, я завершаю, друзья.